Так, ну что, я приехала на наш закрытый базар. Смотрите, какие тут интересные тоже майки. Жалко, что я раньше не видела. И длина хорошая, и разных цветов. Блин. Конте-косы, напустим, одежды. Додичь? А, все, ведом. 12 евро такая майка стоит. Видите, разных цветов. Блин, жалко, я раньше не видела. Но я уже розовую свою купила. Розовую купила. А здесь, кстати, розовую нет, только красную. Это какой-то другой цвет. Красивые майки. Белла, градцать. Ёлки-палки. Ну ладно, я... Хорошо, что сегодня базар открыт, потому что я приехала в город за теми туфлями. Но я сейчас сначала посмотрю на базаре, потому что на базаре тоже есть хороший обувь по хорошему цене. Ну, в принципе, я не знаю, как насчет хороший. Вот, ну, хорошие цены. Вот. Но мне все равно. Вот там обувь, кстати. Мне все равно только на свадьбу самое главное. А потом уже, если что, буду использовать, не буду. Буду, конечно, летом, когда куда-то надо будет выйти вечером с тем нарядом. Видите, 6 евро, 7 евро. Сейчас поищу туфельки. Тапочки меня не интересуют. Босоножки тоже нет. Вот туфельки есть. Вот розовые я нашла только эти, сандалии. Не сандалии, шлепки и все. Ну, в шлепках я, конечно, не буду на свадьбе. Конечно, красиво, но как я буду гасать, танцевать в таких? Ладно, будем искать туфли. Может быть, здесь же на базаре и найду какие-то розовые туфельки. Поставила парковку здесь на вокзальные парковки, потому что первый час тут бесплатно. Тоже экономная такая, выгодная парковка. Тут Second Hand, кстати. Там текстиль, шляпы, женские, мужские, нижнее белье и все такое. Хороший базар. Здесь тоже можно эти хорошие вещички. А я что-то не подумала на базаре проискать. Смотрите, какие носки с камешками. Это фирма Коварь хорошая, с камешками, классная. Ищем туфли. Смотрите, какое классное вообще платье с такими крылышками. Всего 12 евро. Длина подходящая. И не сильно длинная, и не сильно короткая. Эх, жалко, раньше не видела. Можно было померить. Интересно. Интересное платье. Померить бы его. А вот и я, мои хорошие. Чау-чау. Ну что, туфли я не нашла на базаре, к сожалению. Были там розовые, именно розовые туфли не нашла. Почему-то там такие цвета в основном черные и бежие. Вот такие вот ходовые, наверное, цвета. А розовых там мало. Единственное, я нашла такие босоножки, более-менее такие праздничные, летние, розовые. Но это босоножки. И там каблучек вот такой вот широкий. Я, короче, а сколько там? 10 евро, да, 10 евро. Поэтому я решила не брать. Я все равно пойду в тот магазин, посмотрю. Все-таки там туфельки, они праздничные, а мне ж на свадьбу надо. Вот. Я посмотрю там по мере, если буду надеяться, дай бог, чтобы там был мой размер. Вот. И я там куплю. А если уже не куплю, то я померю, конечно, эти босоножки. Но, не знаю, возьму, не возьму. Хочется все-таки туфельки. Ладненько, будем смотреть, будем искать. Пройдусь по городу и вам покажу. Птички щебечут тут. Такой парк тут замечательный. Столько тени. Вот тут, наверное, хорошо летом проходить. У нас сейчас тут снова жара нас успела, поэтому я хотела кофту снять. А тут такая тень, что я пока кофту не буду снимать. Тут такая прохлада вообще суперская. Тут, конечно, парк хороший, но собакам тут запрещено гулять. Вот. Это просто парк публичный. Вот этот парк называется, ну как, не называется, а может посвящен... Ой, на солнце не вижу. Где-где-где-где-где-где-где-где-где-где? Вот, видите, 11 сентября 2001 год, когда в Нью-Йорке две башни упали. Это как бы этому парку, в общем, посвящено. А-а-а, камерам. О, вот так. Этому дню, в общем, как бы посвящен этот парк большой. Маджерна. Маджерна. Такой шикарный пёсик. Такой шикарный пёс. Хотела погладить, а они не могут, идут дальше. Я думала издалека, что это Коля. Я ещё подумала, такого цвета, вау. Потом приблизилась, нет, это не Коля. Но всё равно шикарный. Ой, мне нравятся большие собаки, лохматые такие. Как чудовищные. Нравятся. Я не боюсь собак, потому что, ну, как я слышала от специалистов, что люди, которые не боятся собак, собаки их не трогают в основном, да. И люди как-то чувствуют, каких собак можно трогать, каких нет. Я даже вот сама, мне надо было кинологом работать, наверное, потому что я по собаке вижу, можно ли её трогать или нет. Не знаю, вот как-то чувствуется мне. Ну что, я уже и разделась, и туфельки прикупила, представляете. Как раз последний был мой размер. Это даже не мой размер, это у меня вообще размер 38, ну, 37-38. А я, когда первый раз их увидела, я померила 38, они мне жали. Потом померила 39 размер, вообще классно. Ну, чуть-чуть разносить, будет вообще супер. Вот. Ну, я тогда мерила чёрные, а бежевые, не бежевые, а розовые, я не видела, какие там размеры. И вот сейчас посмотрела, последний 39, я померила оба сразу, и походила, и постояла, подумала, и повертелась, в общем, всё, взяла розовенькие. Они, конечно, не супер-таки шикарные, вот, но они очень миленькие, так что, действительно, к этому наряду подойдёт очень, эти туфли подойдут, к этой розовой кофте, я потом ещё прикуплю розовую сумочку, и всё. Так что, я хотела бы, в принципе, ещё погулять по городу, но нет, я решила, пока такая хорошая погода, пока я снова не поехала в спортивный клуб, я сейчас вернусь домой, переоденусь, и пойду в рисовые поля, в рисовые поля пойду, снова. А уже завтра, ну, когда уже начнутся дожди, тогда уже можно спокойно идти в спортивный клуб, вот так вот. Ну что, сейчас посмотрю, сколько мне выйдет парковка, вот уже я дошла до нашего крытого базара центрального, и там за ним парковка, это парковка, первый час, вообще бесплатный, один час, ты можешь там бесплатно находиться, а потом уже, они считают, наверное, один, один евро за один час, ну, посмотрим, сколько я сейчас проходила. Я уже дома, я только что приехала, и вы знаете, сколько я заплатила за парковку, ничего не заплатила, представляете, вообще, бесплатно я там припарковалась, потому что я уже говорила, что первый час там бесплатно, это базарная парковка, нашего центрального базара, а я вчера, когда позавчера была, в городе гуляла, а меня муж спросил, а почему ты этот на базаре, на парковке не остановила? Я, блин, я забыла, что-то не додумалась, ну, хорошо, что сегодня додумалась, вообще бесплатно, И прогулялась хорошо И показала вам кое-что И еще и купила туфельки, но классненько Все, теперь домой переодеваться И в поля И пошла Галинка в рисовые поля Сжигать кое-какие калории Я надеюсь снова пройти свою дистанцию Полтора часа Десять тысяч шагов, даже больше Сколько километров ее-то и забыла Но я потом посмотрю на шагомере Я надеюсь, что у меня не будет, как в прошлый раз В прошлый раз я была очень далеко От города, очень далеко от нашего района И мне позвонили со школы Никита позвонил, что ему не сильно хорошо И я голопом Я же не могла бегать еще Ну, сейчас у нас встречный ветер А, ну в прошлый раз я не закончила свою дистанцию Пришлось свернуть раньше времени Сейчас у нас снова встречный ветер Поэтому я туда только иду А вот назад я попробую делать пробежки Сожгу кое-какие калории Как раз до обеда успею Так, вон там наш район Вот сколько я уже прошла Но я еще и половину пути не прошла Вот там виднеется наш купол Это центр нашей навары Далеко-далеко Вот там была я сегодня утром близко-близко совсем А сейчас я за городом, уже далеко В рисовых полях уже нет воды Потому что рис уже пророс Теперь он должен расти вверх Вот и тут тоже рисовое поле Блин, у Катюши в селе так хорошо Там гороховое поле Идешь гуляешь, покушала гороха А здесь что мне покушать? Нечего? Нефиг кушать? Иди спортом занимайся Калории сжигай Вот тут везде таблички висят Что охота запрещена Тут такая зона Специально Агрикультура И охота тут запрещена Потому что здесь очень много диких уток В этих каналах Я постоянно, когда прохожу, вижу уток Утят, правда, пока не видела Может, утят уже подросли Или еще не вылупились Даже не знаю, честно говоря А тут то ли пшеница, то ли рожь Да, и такое бывает у нас Выращивают среди рисовых полей Даже сою бывает Даже ячмень бывает Но это не ячмень А может быть и ячмень даже Вот и уточка Не боится меня, они улетают Странно Обычно они боятся, улетают А тут плывет себе Не боится Первый раз такую утку увидела Встретила Что не улетает Ну вот я и дошла до моей середины Маршрута Тут такая сеть Разводов каналов Вот из большого канала Тут идет Расходится вода В несколько маленьких канальчиков Раз, два, три Четыре, пять Я в прошлый раз показывала Уже Но сейчас кто не знает Кто не видел еще Вот показываю еще раз Дошла Половина пути И иду назад Назад уже легче будет Потому что встречного ветра Не будет Так что Смогу уже делать И пробежки Смотрите Собачка тут какая Видите Тут погиб парень Вот такой вот молодой Не знаю в каком году Там мелко написано Увижу, не увижу На табличке Может дома увижу потом Тут и бабочка Сердечко Видите И ангелочек Вот сидит Вот там еще Ангелочек Ангелочки Жалко Когда такие молодые Погибают Но скорее всего На мотоцикле Такой вот камень Поставили В этом месте Вот в этом месте Видите Забор установили Жалко конечно Я уже давно Несколько лет назад Видела Этот Как бы Этот камень С этим местом Уже почти забылась Сейчас увидела Собачку Издалека Вспомнила Показала вам Хорошо Что тут забор установили Действительно Опасное место Дорога Видите Узкая Не разъехаться А если вечером Тут фонарей нет Темно Мало ли что Надо ехать С предельной осторожностью Да Скорее всего Это утята Раз они не улетают Вот они уже подросли Жалко В этом году Не застала Их маленьких утят Уже такие Подросшие Классно То обычно утки Они пугливые Сразу улетают А утята Видать Ничего не привык Что наверное Пока никто Не пугал так сильно Поэтому они не улетают Ох Какие у нас тут запахи Ой как вкусно пахнет Жасмин Так я уже дома Сейчас душ И обед Так и вот Мой результат 10357 шагов Шла со скоростью 5,2 км в час Прошла 7 км Почти 250 метров За час 22 минуты И сожгла 370 калорий О Все Отлично вообще Отлично У нас такая жара Скорее бы Никита Вышел со школы Я хотела выйти на улицу Постоять там В тенечке Покужат яблочком Но смотрю Ветерочек Немножко начал дуть Может быть Вознячок мне поможет Тем более Я сейчас яблоко поем Оно охлаждает хорошо Фух Я душ приня А кстати Я сегодня После этой прогулки По Рисовым полям Приняла душ От нашей душевой кабинки Есть тоже радио И можно пользоваться телефоном Включить Надо блютуб Так подсоединить Но я не соединяла А включила просто радио Первый раз Я попробовала Принять душ Вместе с радио Там можно настроить Найти каналы разные Вот я нашла Один канал с музыкой И как раз Какая-то песня была Типа Хэппи Дэй В общем так здорово Искупалась под эту песню Ну классненько Снова взяла Вот эти вкусные яблоки Сочные Фуджи называется Пока жду Никиту Съем Только что полила Свой огород Классненько Снова полюбовалась Моими помидорками Смотрите У меня там уже Помидорки Я уже показывала вам Листик закрыл Это будут Помидоры Типа черри Только они Протолковаты Это мой самый Любимый сорт Называется Пикадилли Вот эти помидорки Пикадилли Наверное Самый первый У меня будет Там наверху Тоже смотрю Там тоже есть Помидорки Может еще где-то Я не вижу Класс Вообще здорово Кстати салат Хорошо разрастается Что я Между помидорами Посадила И там И там Здесь я уже сорвала Не данный салат А вот видите Растут новые Листочки Здорово 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 Вот мой огородик Кстати вот цвет набирает Перец болгарский Здесь И здесь Вон уже цветочки Перец болгарский Это у меня Свекла Ну посмотрим Как она вырастет Хоть молоденькую свеклу Нормально поем Красненькую Укропчик Тут у меня Может подрастает Кстати Лену укропчик Вон пошел Видите Вот зелененький Лена мне дала кустик Я у нее сорвала куст С корнями Он подсох Но новые веточки Пошли Видите Молоденькие Здесь тоже укропчик По бокам Это зеленый лучок Будет Перья Вот такой вот Балкон Снова Огурчика У меня Огурчиков У меня пока Только три Но эти огурцы Скорее всего Плохие Они в рост Не идут Посмотрим Как этот Я посадила Тут еще Другие огурчики Посмотрим Зайдут Не зайдут Вот тут салатик Тут у меня Петрушка Все Полила Показала Какая-то у нас погода Сегодня Ясная Классная Один киви нашла Мягкий Надо его съесть Да Видите, моя мягкий Я люблю Маленькой ложечкой Выковыривать И так кушать Так Что за стул тут Охраняет Охраняет Мой велосипед Я сейчас Сяду На свой Феррари И поеду На наш Ближашки В супермаркет Мне надо Кое-что купить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Абрикосы Такие крупные Такие красивые Смотрите, какая придется Абрикосы Вощи Абрикосы А, уже Италии Это уже итальянские абрикосы Взять, не взять Сейчас подумаю Или эти, или эти Смотрите, я уже и в Тигрсе Нашла такую бутылку Какой я использую Чтобы внутри фрукты ложить, да, а здесь вода и фрукты. А здесь не только для фруктов, здесь еще и лед, можно лед вовнутрь положить. Вот ледяная вода будет. Вообще, 9,90. Ну, я, конечно, дешевле купила. А тут у нас все по мелочам продают, смотрите. Мерная такая мини-доза. Такая рюмочка. 1,50 евро. А здесь набор ложки, вилки, ножи для пикника. Здесь для кофе такие кружечки красивые. 2 евро. Это подарок кому-то. Все по мелочам. Ёшкин кот, что я натворила? Кто-нибудь так умеет яйца варить? Вот вы так умеете яйца варить? Смотрите, яйца везде, везде. Здесь яйца, на полу яйца. Даже напротив яйца. Боже, у меня яйца лопнули. Я включила. Хорошо, что не сильно большой огонь был. Я включила маленький огонь, варила яйца. Забыла и ушла в магазин, уехала. Представляете, у меня все яйца в дребезги. Кто еще умеет так бы яйца варить, скажите мне? Яйцо у меня даже на окне. Ну, как так? Вот в таком расстоянии. Все, у меня яйца взорвались. Я в шоке, блин. У меня просто слов нет. Как я могла забыть? Представляете, уехала. Хорошо, хоть я не уехала там на 3 часа, на час. У меня не было буквально... А сколько меня не было? Ну, минут 20, наверное. Представляете, сколько яйца бедных? Лопнули. Взорвались. У меня 3 яйца остались более-менее таких целых. Ну, я не знаю. Нормальные, печеные, короче, яйца печеные будут. Так, я купила мало что. Мне надо было купить Никите вот эти вот красотины с шоколадным кремом для полдников. Для завтраков, для полдников, когда ему захочется. Потому что все закончилось. Одна, одна. Один такой вот рулетик маленький остался и все. Все, вся меренда закончилась. Все, все, всякие бисквиты для полдников, все закончилось. Я когда стою боком, у меня еще живот видит, да? Так, наконец-то дождалась... Была скидка на мой любимый сухой завтрак. Вот, это такие хлопья, спрессованные с орехами и с шоколадом черным. Вот, они были с хорошей скидкой. Тут... Не килограмм, а полкило. Тут полкило. Вот, наконец-то была скидка. Скидка я их взяла. Знаете, я их очень люблю. Даже так кушать, потому что они, видите, вот спрессованные. Вот, очень вкусные. Именно вот этот сорт, самые вкусные, такие спрессованные хлопья. Вот. И купила такие простые чиряли, хлопья такие простые, классические. Но первый раз я взяла именно этой фирмы. Посмотрю, как они. Все, только третья вещь купила и все. Я хотела еще купить что-то к ужину, а потом вспомнила. У меня же есть куриное филе. Ну, целиком. Я их порежу и сделаю в панировочных сухарях. И салатиком, наверное. Ну, вот так вот. Скажу, что вспомнила, не купила. В общем, три вещи только купила. На пять ехали, это все и все. Так, ну, сейчас покажу мою обновку. Диамант... 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 Диаманттикуя. Диаманттикуя. Вот такие вот красивейшие я купила. Туфельки и совсем недорого. Они не сильно такие, конечно, шикарные. Ну, на свадьбу пойдут. И пойдут даже потом, можно будет после свадьбы, их куда-то одевать. Смотрите, тоже такого розового. Или почти розового такого, как бы, цвета. Чуть-чуть подходят кофти. Но я сейчас померю весь образ и покажу вам, как это будет выглядеть. Совсем недорого. Видите, небольшой каблучек, чтобы было мне удобно танцевать и прыгать, и гасать. Потому что молдавские танцы. Жокья, например. Там еще очень такие задорные. Какая-то фирма интересная. Вот такой каблучок. Такие туфельки. Сейчас покажу весь образ, как будет выглядеть с этой кофтой розовой. Так, и вот эта блуза. Мне тоже, кстати, спасибо вам за комментарий, потому что многим понравился именно такой комплект. Вот эта розовая блуза с белым пиджачком. И вот эти туфельки я купила. Сейчас надо камеру померить, чтобы не планировать. Вот, и вот эти самые туфельки. Вроде как подходят. Ну, не сильно, конечно, по цвету подходят к этой блузе, но все равно подходят. Чуть-чуть-то какой-то оттенок есть, какой-то другой все. Ну, все, показала. Туфельки купила. Еще тот белый пиджачок, что я вам показывала. И, кстати, мне они очень понравились, что они вроде как классические немножко, да? И в то же время они такие, как бы скромные классические. Небольшой каблучок, а я вообще как на каблуках не могу ходить, не люблю, я не привыкшая. Но это такой маленький каблучок, что мне лично удобно. И танцевать можно будет. Молдавский жук, можно будет танцевать. Ну, и другие, конечно. Все, теперь у меня есть полтора месяца, чтобы разнашивать свои новые туфельки. Надеюсь, я их разношу, потому что чувствую, что надо их на дых разнашивать все-таки. Я сижу на балконе, все свои дела вроде сделала. Вчера была у Катюши, забрала вот эту книжку. Это книжка Еленусика из Баргамонера, Елена, Ника. Надо ей отдать эту книжку. И пока я не отдала, я хочу тоже сама почитать ее. Кстати, я была вчера у Катюши, она мне вчера сделала педикюры. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая она умничка. Она научилась уже делать маникюры, педикюры. И вот, смотрите. Ой, как разнашивая. Смотрите, какие у меня ногти. Какая она умничка, как у нее хорошо получились ногти. Такой от лак я выбрала. Кстати, лак подходит под туфли, да? Представляете? Ну, надо же. И на другой ноге тоже. Вот, вот такая вот педикюра она мне сделала. Молодец, какая умничка. Разнашиваю дальше. И читаю книжку. Лекарство для души. Интересно. Интересно, интересно, интересно. Интересно. Игорь.